Ваше право. Правовой проект прокуратуры города Москвы и вечерней Москвы. Что грозит матери, которая выбросила свою малолетнюю дочь с 11 этажа на юге столицы? Обсудим самые громкие происшествия недели с нашей постоянной гостью, руководителем пресс-службы столичной прокуратуры Людмилой Нефедовой. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, прежде чем начнем, обсудим по статистике. Вот есть ли какая-то статистика по текущим 10 месяцам? Какие-то промежуточные итоги? Да, мы подвели итоги 10 месяцев. В Москве по-прежнему общее состояние преступности характеризуется снижением. За 10 месяцев зарегистрировано 115 920 преступлений, что почти на 3%, на 2,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Если интересно, кратко скажу по округам нашей столицы. По-прежнему наибольшее количество преступлений зарегистрировано в центральном и восточном административных округах. Но в этих округах также наблюдается тенденция к снижению. 15 778 преступлений в центральном административном округе, что на 6%, порядка 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. И 13 488 преступлений зарегистрировано в восточном административном округе, что почти на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Если говорить о тех округах, где меньше всего зарегистрировано преступлений, то это по-прежнему Новая Москва, Троицкий и Новомосковский административные округа. Это чуть больше 5000 преступлений. И в Зеленоградском административном округе также немногим больше 3000 преступлений. В целом, это если говорить об общем количестве. Теперь достаточно тоже интересный обсуждаемый вид преступлений, который мы достаточно часто с вами в студии, о которых говорим, это преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Снижается данная категория преступлений. Вот уже не первый месяц, тоже в Москве. За 10 месяцев это меньше, почти на 12%, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чуть больше 42 тысяч таких преступлений зарегистрировано. Незначительно увеличилось количество совершенных разбойных нападений. Уменьшилось количество грабежей. Их 1343 на 8% меньше. Уменьшилось количество хулиганств на 12%, их 188. Мошенничеств стало меньше на 2,8%. И чуть больше 32,5 тысяч зарегистрировано за 10 месяцев. Квартирных краж снизилось 315 на 20%. То есть это достаточно хорошее снижение. Если говорить о кражах в целом, они по-прежнему наиболее часто регистрируемый состав. Их 48 552. Также их показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стало меньше краж автомобилей. 479 в абсолютных цифрах. Если говорить, это почти на 24% меньше, чем аналогично. Помните, вот в прошлый раз вы нам рассказывали про безопасный город, соответственно. Вот как-то это способствует уменьшению преступности? Безусловно. Эта система, я уже не раз говорила, что она доказала свою эффективность, что способствует и раскрытию преступлений, и выявлению административных правонарушений. Практически, я не знаю, наверное, нет ни одного следователя, который бы не обращался в единую базу хранений, в единый центр хранения информации. И, безусловно, оно способствует безопасности в общественных местах, и в том числе на улицах. И статистика это нам подтверждает. То есть у нас, получается, уличных преступлений становится меньше. И в общественных местах, и на улицах преступность снижается. Если говорить в цифрах, на 1,5% меньше совершено преступление. В общественных местах на улицах на 2,5% меньше. Это 24 094 преступления. И в целом в столице, я не сказала важный момент, снизилось количество тяжких преступлений на 17%. Вот теперь, наверное, перейдем к частным случаям. Первым будем с вами разбирать ДТП на улице 905 года. Скажите, пожалуйста, вот что произошло? Как произошла эта авария? То есть с чем она была связана? В какой период времени? Я готова тоже, можно начну со статистики по дорожно-транспортным происшествиям за 10 месяцев. Именно по тем случаям, где возбуждены уголовные дела. Уголовные дела у нас возбуждаются в случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего в результате ДТП. Таких фактов у нас возбуждено 536 уголовных дел за 10 месяцев. Это, к сожалению, на 4,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. И со смертельным исходом также, к сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий, возбужденных уголовных дел по фактам дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 2,5%, 123 таких случаев. Если говорить о резонансном ДТП на улице... А могли бы нам еще раз видео, пожалуйста, включить, просто чтобы вы тоже могли видеть? Вот что произошло именно вот в этот момент? То есть, может быть, отказали тормоза, проехал на красный свет, не заметил. Как развивались события? Водитель большегруза двигался по улице 1905 года. Согласно его версии, он уснул за рулем и проснулся уже от мощного удара. И впоследствии уже стало ясно, что... Произошла авария. Большегруз, да, большегруз врезался в автомобиль такси, который, в свою очередь, врезался в автобус частного перевозчика. В такси, к сожалению, в автомобиле такси, к сожалению, погибли и водитель, и пассажирка. На месте ДТП погибли, потому что, как мы видим, практически от автомобиля ничего не осталось. И виновник ДТП скрылся с места совершения преступления. А откуда у него эта машина? То есть, он на ней работал или, может быть, арендовал ее? Известно ли это? Машина принадлежит частному лицу. И со слов, опять же, обвиняемого, который, кстати, заключен под стражу, поддерживала прокуратура ходатайства о его аресте. Ну, наверное, с учетом всех обстоятельств совершенного преступления, то, что он скрывался от правоохранительных органов, безусловно, иной меры пресечения здесь быть не может. Поэтому поддержали ходатайство следствия, и суд удовлетворил и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Со слов его, машину ему передавало частное лицо для работы. То есть, он работал фактически водителем. То есть, перевозил грузы. А вот ходили разные версии, почему произошло ДТП. И писали о том, что произошел отказ тормозов, вот как раз о чем я говорю. И говорили о том, что МОК проектно-запрещающий сигнал не заметил, и что уснул. Вот есть ли понимание, почему действительно произошло? Со слов обвиняемого, он пояснил, что он уснул, поскольку накануне в ночь с 1 на 2 ноября, я напомню, 2 ноября это ДТП, произошло рано утром. Он употреблял спиртные напитки со своим другом, мало спал, мало отдыхал, а, как известно, естественно, за руль в таком состоянии садиться нельзя. Но проверял при этом исправность транспортного средства. Он говорил, что проверив исправность транспортного средства, он поехал в рейс и уснул за рулем, и, соответственно, совершил ДТП. Это версия. Все версии будут проверены, в том числе и техническое состояние автомобиля, в рамках проведения автотехнической экспертизы, которую назначит следствие. И, безусловно, это является предметом доказывания причины дорожно-транспортного средства. И будет эксперт, конечно же, выскажется о техническом состоянии автомобиля. А вот вы говорили о том, что он скрывался. А где он скрывался, где его поймали? Ну, то есть, вот несколько часов после ДТП никто не мог понять, что дальше. Вот где все это время находился человек? Изначально сразу было, мы информировали общественность, органами полиции, что ведется розыск виновника ДТП. Полицейские его устанавливают. То есть, после установления личности перешли именно к установлению его фактического местоположения для задержания и доставления, для проведения следственных действий. С его слов, покинул место ДТП в нарушении правил дорожного движения, потому что покидать ни в коем случае нельзя. Он потому что испугался. И опять же, со слов обвиняемого, он направился в сторону жилых домов. Какое-то время был на чердаке одного из жилых домов. Потом ходил по дворам. И недалеко от места ДТП, по второму Завенегородскому проезду, в магазине он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в распоряжение следователя. После чего были проведены определенные следственные действия и уже избраны меры пресечения судом по ходатайству следствия. А что грозит виновнику ДТП? То есть, я так понимаю, что сейчас он взят под стражу двух и более лиц. То есть, вот именно срок у него какой по наказанию может быть? Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, не просто, Ирин, но еще и с квалифицирующим признакам. Это часть 6 статьи 264, пункт Б, если это сопряжено составлением места дорожно-транспортного происшествия. То есть, если в прошлой передаче мы разбирали тоже часть 6 у нас была, мы рассказывали о смертельном ДТП на улице Богданово. Там было совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, а равно отказавшимся от прохождения медицинского освидетельности. Здесь другой пункт. Это сопряжено составлением места дорожно-транспортного происшествия. Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Безусловно, мы контролируем ход расследования. Мы примем участие в судебном рассмотрении данного уголовного дела и будем добиваться справедливого наказания за содеянное. Недавно на северо-западе Москвы было обнаружено части тела женщины. Позже выяснилось о том, что убил и расчленил ее собственный супруг. Это 89-летний пенсионер. Вот скажите, что на данный момент известно по данному убийству? Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины. Контролируется также прокуратурой. В отношении обвиняемого мужчине предъявлено обвинение в совершении данного преступления. В отношении него судом с учетом позиции прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время установлено, что между супругами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. И обвиняемый с целью убийства супруги нанес потерпевший не менее двух колоторезанных ранений в жизненно важный орган в области шеи. И после чего отчленил, соответственно, голову и конечности и выбросил с балкона. Безусловно, здесь надо устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие, потому что обвиняемый вину не признает, показания какие-либо не сообщает именно об обстоятельствах совершенного им преступления. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Для чего это делает? Судебно-медицинская экспертиза, извините, что перебарю относительно жены или все-таки непосредственно обвиняемые? По телу умершей, поскольку необходимо установить, какие конкретно телесные повреждения были причинены, чем они были причинены, посмертные или прижизненные они были причинены. Какое конкретно может быть телесное повреждение именно причинила смерть потерпевшей? Безусловно, сейчас собирается полностью характеризующий материал в отношении обвиняемого, и ему также будет назначена психолога-психиатрическая экспертиза относительно того, отдавал ли он отчет своим действиям в момент совершения данного преступления. А что может грозить пенсионеру? По части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание предусматривается на срок от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы, на срок до 2 лет, либо без такового. Но, опять же, я повторюсь, это санкция статьи, в настоящее время ведется следствие. А вот вообще были ли какие-то предпосылки, скажем так, к этой страшной трагедии? Может быть, соседи жаловались? Может быть, сама супруга ранее писала заявление? Со слов потерпевшей, признана потерпевшей по делу и допрошена дочь погибшей. Да, родители ссорились, они достаточно длительное время жили вместе, бывали и ссоры. Ну, в общем-то, каких-то подробностей, поскольку она не была очевидцем преступления, каких-то подробностей вот таких вот следствию не сообщили. Во вторник, 8 ноября, женщина выбросила из окна 11 этажа своего водовалого ребенка. Ребенок был гастапилизирован. Вот сегодня стало известно о том, что он умер. Скажите, пожалуйста, что известно об этой ситуации? Сейчас идет следствие, задержали, не задержали женщину? Потому что я знаю, что ее тоже забрали, доставили в больницу, ей потребовалось помощи. Вот что сейчас происходит? К сожалению, утром мы узнали, что ребенок поздно ночью вчера скончался в больнице. Малолетняя девочка. Женщину также сегодня выписали. По предварительной информации, она взяла своего ребенка на руки, подошла к окну и бросила через открытое окно жилого дома, квартиры, где она находилась. Сейчас женщину уже выписали, она была госпитализирована. В настоящее время ее уже выписали. Коллеги из Следственного комитета Москвы сообщают, что уже приступили к проведению с ней следственных действий необходимых, которые позволят установить всю картину произошедшего. Ведется расследование. Изначально дело возбуждалось по факту покушения на убийство. Сейчас, естественно, женщина уже подозревается в совершении убийства, совершенного в отношении малолетнего лица. Почему данное преступление, как вы говорите, как раз убийство малолетнего лица, не квалифицируется как убийство матерью малолетней? Вот у нас 19 сентября был похожий случай, соответственно, женщину влюбленную родила и выбросила младенца в мусорный бак, соответственно, была задержана. И тогда было возбуждено дело как раз по убийству матерью новорожденного ребенка. Вот сейчас ситуация другая. Вот есть ли вообще какие-то различия? Безусловно, есть. Я помню ситуацию влюбленную. Действительно, было возбуждено уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство матерью новорожденного ребенка». Данные действия квалифицированы потому, что это произошло непосредственно после родов. То есть вообще статья предусматривает ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка либо в процессе родов, либо непосредственно после родов. В данном случае, почему мы квалифицировали именно как убийство малолетнего? Потому что ребенок уже не является новорожденным. И в целом, если говорить об убийстве, о составе убийства в отношении малолетнего, здесь независимо, мать это совершила, либо иное лицо, если это совершено не непосредственно после родов, то это квалифицируется именно по статье 105, по второй части статьи 105. А если говорить о составе убийства матерью новорожденного ребенка, здесь уголовной ответственности может подлежать только мать, которая родила ребенка и непосредственно после родов причинила ему смерть. Ну то есть я так понимаю, что это в этот же день должно совершиться, если уже на следующий... В этот или непосредственно в ближайшие дни. То есть данное убийство матерью во время или сразу же после родов равно в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства не исключающего изменяемость. То есть это непосредственно в ближайшее время. А есть ли понимание, почему женщина могла это сделать? Кто-то говорил о том, что находится в стадии развода, кто-то говорил о том, что депрессия. Вот есть ли понимание вообще, почему это могло произойти? Здесь это предмет доказывания. Установят следователи. Я думаю, сейчас уже в ближайшее время она будет допрошена. Скорее всего, я думаю, даже не скорее всего, а ей назначат тоже судебно-психиатрическую экспертизу на предмет того, отдавала ли она отчёт своим действиям в момент совершения преступления, была ли она вменяема. И ведётся следствие, безусловно, мы контролируем расследование. И санкция, конечно, данной статьи предусматривает наказание от 8 до 20 лет с ограничением свободы на определённый срок. Вот вы говорите с ограничением свободы. То есть, я так понимаю, что после того, как она была наказанием? Да, это дополнительный вид наказания, которое назначается также судом и влияет также и на сроки погашения судимости в том числе. Людмила, нам опять пишут вопросы телезрители. У нас их сегодня не так много, но тем не менее. Первый вопрос у нас от Степана. Пишет, мне не выплатили заработную плату. Могу ли я обратиться в инспекцию труда для её принудительного взыскания, а также выплат компенсации за её задержку? Безусловно, контролирующим органом в сфере соблюдения трудовых отношений является, будем говорить тогда, применительный орган гострудинспекции. Если применитель к посме, гострудинспекция в Москве. И, безусловно, гражданин вправе обратиться в этот орган, если нарушены его трудовые права, в том числе и на своевременную, и в полном объёме оплату труда. А это, как бы, такое достаточно важное право на получение законного вознаграждения на труд. И достаточно часто обращаются граждане с этим вопросом и к нам. По Трудовому кодексу государственный инспектор труда уполномочен, принимает решение о принудительном исполнении обязанностей работы дателя по выплате начисленных, но не выплаченных, в установленный срок работнику заработной платы и иных выплат. Вместе с тем, законодатель не относит сумму компенсации за задержку выплаты заработной платы к выплатам, относящимся к зарплате. Но если говорить о нашей надзорной деятельности органов прокуратуры, когда мы проводим проверки в сфере невыплаты заработной платы, мы в обязательном порядке, если мы установили, что факт подтверждён, заработная плата не выплачена, мы в обязательном порядке, в мерах наших прокурорского реагирования, это может быть как представление, так и исковое заявление в суд, ставим вопрос о выплате компенсации заработной платы, о выплате не только заработной платы, но и компенсации за её задержку. Поэтому можно также обратиться и в прокуратуру, мы в выисках обязательно это отправим. А как вот Степану к вам обратиться? Нужно записаться на приём? Или это можно сделать через сайт? Можно сделать самый такой быстрый, доступный и удобный, как мне кажется, по моему мнению, для граждан, форма обращения в прокуратуру, это наша электронная приёмная на едином портале во вкладке прокуратуры города Москвы, подать обращение. То есть не выходя из дома, можно на компьютере сесть, напечатать обращение, где надо изложить все доводы, указать обязательно, если мы говорим применительно к заработной плате, обязательно наименование работодателя, адрес, а также период невыплаты заработной платы, чтобы мы могли сразу же приступить к проведению проверочных мероприятий. Ну и, естественно, желательно, конечно, контактный свой телефон оставить, чтобы в случае необходимости мы могли связаться с заявителем. На приёме также можно подать жалобы, если вдруг не знаете, как написать, что писать. Безусловно, прокурор на приёме всегда подскажет, поможет, сориентирует. Если вдруг не относятся к компетенции той или иной прокуратуры, бывает, приходят по месту жительства, а не по месту нахождения работодателя. Мы либо сориентируем, куда отправить, либо примем обращение и уже перенаправим по компетенции в ту прокуратуру, компетенции, к которой она относится. Такие способы, как почта, оставить можно обращение в ящике для приёма, для обращений, которые у нас расположены в каждой прокуратуре, в приёмных... То есть для этого в центральную не нужно идти, можно в районную обратиться? В любую районную прокуратуру, я же говорю, если вдруг гражданин допустил ошибку, как бы в компетенции прокуратуры, мы примем, но перенаправим в ту прокуратуру, в компетенции, к которой она относится. Следующий вопрос у нас от Анны. Может ли суд назначить лицу более мягкое наказание, нежели чем это предусмотрено статьями Уголовного кодекса Российской Федерации? Может, но в исключительных обстоятельствах, связанных с мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а также другими обстоятельствами, которые уменьшают степень общественной опасности преступления. В случае, если виновное лицо активно содействовало следствию в раскрытии преступления, такое наказание может быть назначено и ниже низшего предела, предусмотренной санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса. Смягчающие обстоятельства у нас перечислены также в Уголовном кодексе. Их перечень не исчерпывающий. Суд может и признать любое обстоятельство смягчающим, а также может быть и совокупность таких смягчающих обстоятельств. Например, это несовершеннолетие виновного, беременность, наличие малолетних детей, совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств или по мотиву сострадания. И я же повторюсь, что он не исчерпывающий, достаточно большой перечень смягчающих обстоятельств. И тогда суд может применить статью 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание ниже низшего предела. Особенность у несовершеннолетних. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказание в виде лишения свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления низший предел санкций, предусмотренный соответствующей статьей, сокращается наполовину. То есть у несовершеннолетних, это только применительно к тяжким и особо тяжким преступлениям уже закреплена такая гарантия в законе. И кому не назначаются, не может быть снижено наказание, тоже хочу сказать, чтобы уже полно ответить на вопрос. Это лицам, которые признаны виновными в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью, занятием высшей положения в преступном иерархии, не может быть назначено наказание ниже низшего предела. То есть такая определенная общественная опасность отдельных категорий преступлений законодателям выделена. То есть вот есть вот этот перечень статей, по которому... Не может быть назначено ниже низшего предела. Следующий вопрос у нас от Дарьи. У меня есть судимость, которая уже погашена. Вот существуют ли для меня ограничения при трудоустройстве на работу? По общему правилу в целом, если говорить, то исходя из формулировок Уголовного кодекса Российской Федерации, погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные Уголовным кодексом и связанные с судимостью. Плюс в Трудовом кодексе также указано, что при заключении трудового договора существуют определенные гарантии и запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора либо ограничения трудовых прав в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, семейного, имущественного, социального, должностного положения, возраст, местожительства и других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. Но в определенных случаях судимость действительно является препятствием к трудоустройству, и это предусмотрено целым рядом федеральных законов. К примеру, такой запрет имеется для педагогических работников. То есть те лица, которые работают с детьми, в законе прямо написано, имеющие судимость, либо которые ранее имеющиеся, не снятую или не погашенную судимость, или имевшим судимость. То есть такие за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы, достаточно такой широкий перечень в трудовом кодексе указан. Также есть определенные ограничения. Лица, имевшие судимость, даже если она погашена, при трудоустройстве в ряд государственных органов, в том числе осуществляющих правоохранительные функции, а также на должности судей. В законе прямо указаны также лица, имеющие, либо имевшие судимость. То есть по общему правилу сама по себе судимость, повторю, не может быть препятствием для заключения трудового договора. И последний вопрос у нас от Марины. Она сообщает о том, что одна воспитывает малолетнего ребенка. Вот в связи с этим, имеет ли она право на неполный рабочий день? Она не просто имеет право, а в трудовом кодексе сформулировано, что работодатель обязан установить неполный рабочий день, либо смену, либо неполную рабочую неделю, по просьбе беременной женщины, одного из родителей опекуна или попечителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также лица, осуществляющего за уход за больным членом семьи. Поэтому нашей телезрительнице обязательно надо обратиться к работодателю за установлением такого неполного рабочего времени. Соответственно, работа на условиях неполного рабочего времени, тоже сразу скажу, чтобы наша телезрительница была в курсе, не влечет для работников каких-либо ограничений по продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. Если вдруг трудовые права нарушаются, наши телезрительницы, то вправе обратиться в органы прокуратуры за защитой своих прав. А вот здесь я правильно понимаю, что в данном случае зарплата она все-таки должна остаться той же или по усмотрению работодателя? По поводу заработной платы, зарплата будет производиться пропорционально отработанному рабочему времени или в зависимости от выполненного объема работ. Но остальные гарантии трудовые, которые я перечислила, это и отпуск, и стаж, они изменяться не должны. То есть работодатель, точнее, не вправе их изменить. Вот так вот. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была руководитель пресс-служба столичной прокуратуры Леднила Нефедова. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, проблемы, не стесняйтесь, обращайтесь. Всегда поможем и ответим. С вами была я, ваша ведущая Ирина Капитанова. До новых встреч. Всего доброго. Ваше право. Правовой проект прокуратуры города Москвы и вечерней Москвы.